Звездочки дзюдо вновь собрали юных талантливых спортсменов со всей России. Этот турнир проводится уже 8 лет и получил большую известность далеко за пределами Кирова. Репортаж Романа Четверякова. Учитывая международный статус звездочек дзюдо, каждая из приезжающих команд формируется по особым принципам. Победить в Кирове для любого спортсмена – это почти что выиграть чемпионат мира. Правда, иностранные делегации в силу разных причин не смогли добраться до Дворца единоборств, в котором, как никогда ранее, ощущался дух и накал соревновательной борьбы. Сегодня даже спокойнее все идет, потому что мастерство спортсменов растет, качество борьбы улучшается, эмоций становится чуть меньше. Вчера было больше эмоций, потому что дети входят только в дзюдо, им нужно больше внимания со стороны тренера. В первый день состязаний, когда боролась самая молодая возрастная группа детей 11-12 лет, наставникам действительно пришлось выплеснуть немало эмоций. Для одних они были приятными, для других – не очень. Особое рвение тогда проявили три команды. Пермский край, Челябинск и Татарстан, захватившие лидерство в общем зачете. Как признался один из уральских тренеров, его подопечные здесь стабильно входят в призеры, поэтому у него была уверенность, что нынешний визит снова обернется запоминающимся успехом. По уровню турнир очень стильный, мы вот уже приезжаем третий год сюда, потому что, во-первых, такого турнира аналога нету в России. Он проводится на уровне российского. Детям одеваются эти бэджики, они там теряются, тем более на английском все это называется. И в итоге получают очень большой опыт на этих соревнованиях. Большого прогресса добились и его организаторы, приглашающие к звездочкам дзюдо, настоящих звезд этого вида спорта. Нынче детское внимание приковал к себе Михаил Сидоров. В августе в составе сборной России он завоевал золото летних сурд Олимпийских игр, а годом ранее уроженец нашей области победил на чемпионате мира. Через четыре года буду сурд Олимпийских игр в Турции. Если у меня шанс лезть, то могу дальше. Зарядившись энергией церемонии открытия и лицезрев титулованного чемпиона, все участники с еще большим вдохновением принялись за розыгрыш медалей и кубков. Обычно в такой ситуации не просто приходится всему судейскому корпусу. Спорных моментов становится больше, да и тренеры вместе с воспитанниками словесно бьются за каждый балл. Но тем и привлекательнее этот турнир, что честное судейство здесь поставлено во главу угла. Конечно же, ребята тянутся, и тренера, понимая это, стараются сюда, на этот турнир, привезти своих лучших. Как выяснилось, лучшее комплектование оказалось у команды Пермского края, сохранившим первое место после всех проведенных схваток. А вот на других призовых местах произошли перестановки. Челябинцы к своему разочарованию были вынуждены покинуть тройку, пропустив туда хозяев турнира. Кировские дзюдоисты и в общекомандном зачете третий, серебряный комплект наград, отправился в республику Татарстан. Роман Четверяков, Игорь Охотников, Вести Киров.